Так или иначе связаны не только с современным сегодняшним днём, но и с прошлым. Вот Оскар Качаров как раз принадлежит к этому ряду художников, которым довелось быть участниками этих событий, создать совершенно удивительный, с моей точки зрения, такой собирательный образ персонажей, лиц, которые ему встречались на его боевом пути во время Великой Отечественной войны. Вот эти рисунки, эти наброски удивительно искренне, удивительно честные, удивительно точные. Вот я их так бы охарактеризовал, потому что в этом, мне кажется, их основное достоинство. Плюс к тому, в них есть и несомненные художественные, это качество художественное достоинство, и умение положить цвета тени, умение, так сказать, построить ракурс. Это всё, предусловно, есть, это как бы само-само разумеется, но, мне кажется, значение этих работ именно живое свидетельство, что это есть живое свидетельство, живая память, которая талантливой рукой Оскара Качарова вот доведена до сегодняшнего дня, донесена, точнее, до нас, и хотя уже самого художника, к сожалению, в знамени нет, но его творчество, его искусство как живого свидетеля, как свидетеля творческого, как свидетеля, смотрящего на мир непростыми глазами такого широко окрытого любопытства, а именно глазами художника и очевидца. В галереи А3 открылась выставка Оскара Качарова, удивительного художника. Здесь я прям смотрю на эти портреты, которые были нарисованы им в графике карандашом во время войны, и очень экспрессивные портреты, несмотря на их реализм. И его путь от такого жёсткого реализма к новым формам и абсолютному ощущению современности. В этом пространстве мы показали нашу репетицию, мы представили Катюше Садор пьесу «Остров блаженных». И мне кажется, что совпали энергии художника, который ушёл несколько лет назад, и нынешнего нового поколения драматурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok